Медиафорум студенчества и вызовы цифровой эпохи Как создать качественный видеоконтент, как избежать рутины в работе журналиста и дать свободу творчеству? На эти и другие вопросы ответили гуру медиа во второй день медиафорума студенчества и вызовы цифровой эпохи, которая проходит на базе КФУ с 1 по 2 марта. 1 марта в КФУ стартовал всероссийский медиафорум студенчества и вызовы цифровой эпохи. Во второй день медиафорума прошел мастер-класс создания качественного видеоконтента «Все сложное просто» Алексея Барыбина и Виктории Сухаревой. Начинающим медийщикам раскрылись секреты создания правильного видеоконтента, который подходит под каноны телевизионной кухни. На самом деле, одну фишечку могу сказать, какая бы у нас техника ни была, там камера, телефон, на что мы снимаем, да, самое главное это что? Самое главное это руки. Если есть руки, есть голова, то все будет. Пожалуй, у каждого творческого человека бывают моменты богорания, ведь монотонная работа и шаблонный формат приводят лишь в плачевные ситуации. О том, как же все-таки не кануть в лету в столь сложной профессии, рассказала Виктория Сухарева. Студенческие медиа должны выполнять определенные функции. Они должны пропагандировать и рассказывать о деятельности университета. Они должны освещать какие-то протокольные мероприятия, снимать какие-то правильные факультетские и университетские репортажи. И при этом всем этим людям, всем этим детям, работающим в редакции, хочется творчества. А на это зачастую не хватает времени. И пару лет работы в такой редакции, и студент неизбежно выгорает. Ему кажется, что вся его перспективная будущая жизнь будет исключительно беготнёй с микрофоном. Журналисту хочется сравнить с Горьким Данком. Он благородный и смелый. Жертвует собой, несёт своё горящее сердце, освещая другим путь. Но недолго. Журналист – не вечный двигатель. Можно долго работать на пике энтузиазма, а потом просто сгореть. Если же у тебя появляются некие дополнительные смыслы, просвещение, некая социальная компонента, некий набор идей, которые драйвят тебя как журналиста. Это единственное, что позволяет не перегореть. Потому что журналисты перегорают очень тяжело, навсегда. И это тяжёлая профессия, до точки зрения. У нас травмоопасность этого свойства намного выше, на самом деле, чем у врачей. Медиафорум рассчитан прежде всего на представителей пресс-служб вузов, студенческих СМИ, студентов и преподавателей факультета журналистики. В рамках форума проходят круглые столы, мастер-классы и телевизионные ток-шоу. Диана Шилова, Роман Самарин, Ленадий Витьяров, Ниверньюс. Интересными событиями был наполнен и первый день медиафорума «Студенчество и вызовы цифровой эпохи». Подробнее об этом расскажет Олег Кашин. В Казанском федеральном университете с 1 по 2 марта проходит медиафорум «Студенчество и вызовы цифровой эпохи». Организатором медиафорума является Казанский федеральный университет при грантовой поддержке Федерального агентства «Росмолодёжь», а также при участии Международной ассоциации студенческого телевидения «МАСТ». В рамках конференции был создан Межнациональный совет «МАСТ», который должен будет решать вопросы сохранения межнационального, а также межконфессионального взаимодействия студенческих медиа-центров. «Практика показала, что другие государства присмотрелись, и уже создано Евразес, евразийское сообщество, туда уже вошли 5 государств. Кстати, в федеральном университете в декабре проходил экспертный совет Евразеса у нас в Казани. Интерес к этому есть, хотя бы потому, что практика жизненная показала, что не уделять национальному вопросу внимания никак нельзя, и жизнь нас этому учит». «Я в журналистике очень много лет, но никогда так остро не ощущала те вопросы, которые поставляла сегодня на вашей конференции. В этом контексте где-то как-то мы должны вернуть сюда сохранение и развитие через студенческое телевидение, этими формами сохранения нашей этнической самобытности народов, которые живут в нашей стране, их языка, культуры, традиции и так далее. Это вечные темы, которые будут жить, пока сами народы живы, независимо от того, в каком формате, какими скоростями они будут людям передаваться». Возглавить межнациональный совет согласился ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. «Такие форумы проводятся по стране достаточно часто, и их количество достаточно большое. Но мне кажется, сегодня на этом форуме была решена главная задача, которая стоит сегодня перед страной, перед молодежью. В тот момент, когда национальные вопросы становятся одними из главных в странах, как раз был создан межнациональный совет, и возглавил его как раз ректор КФУ Гафуров. Мне кажется, это очень правильное решение». Казанский федеральный университет для проведения медиафорума и создания представительства был выбран не случайно. В университете функционирует собственный телеканал «Универ ТВ», который входит в ассоциацию МАСТ и предоставляет свой видеоматериал для первого всероссийского студенческого телеканала, который начал вещание 25 февраля. Медиафорум рассчитан на представителей пресс-службы вузов, студенческих СМИ, студентов и преподавателей факультетов журналистики. Олег Ашин, Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Студенты Казанского федерального университета не только слушают лекции, изобрет темы, но и активно проводят время на свежем воздухе. Поезд здоровья приведет всех желающих в Зеленодольск, где студенты катались на лыжах, тюбингах и снегоходе. Наш корреспондент Анна Глазунова тоже парой раз скатилась с горки и прогулялась по сосновому лесу. Все самое интересное смотри в сюжете. На часах ровно 9 утра студенты Казанского федерального университета уже прибыли в Зеленодольск на поезд здоровья 2018. Ранние утра и холодная погода студентов не испугали. Наоборот, они еще с большим желанием приехали сюда, чтобы с пользой провести время. Ну, институт экологии говорит за себя. Я люблю природу и для меня утро в пятницу, это совсем не страшно, здесь очень весело. Тем более, на первом курсе я попустила поезд здоровья, поэтому захотелось с друзьями провести время здесь. Уже не первый год оздоровительный комплекс «Маяк» открывает свои двери для всех студентов Казанского университета. Спортивно-оздоровительный выезд является одним из самых любимых и ожидаемых мероприятий. Здесь можно покататься на лыжах, тюбингах, снегоходе, поиграть в снежки и просто прогуляться по сосновому лесу. Ну, мы ставим перед собой задачи, как можно большее количество студентов приобщить к здоровому образу жизни. Вы сами ведете здоровый образ жизни, занимаетесь спортом? Ну, как видите, вот уже на лыжах, а так, конечно, занимаюсь спортом, в основном это мини-футболом, но люблю и зимние виды, лыжи, те же тюбинги, горные лыжи. Так что стараюсь поддерживать спортивный дух в своем теле. Желающих скатиться с горки на тюбинге или по-другому ватрушке было много, конечно, ведь столько впечатлений. Расскажи, как вообще впечатление, как и вы. Все отлично, все круто, мы катаемся, мы отдыхаем, мы занимаемся здоровым образом жизни. Я и сама решила попробовать прокатиться на этой ватрушке. Падать, конечно, немного больно, зато кататься с таких горок очень весело. Есть и те, кто катанию на ватрушках предпочитают лыжи. Совсем не важно, впервые ты на них катаешься или уже давно, здесь как профессионалам, так и новичкам будет одинаково интересно. На лыжах давно катаешься? Ну, я в школе каталась тоже, участвовала в ГТО тоже там на лыжах. Смотри, нужно отвечать максимально быстро. Что тебе больше предпочтительнее, отдых в городе или на природе? На природе. Лыжи или сноутюб? Лыжи. Лыжи или коньки? Коньки. А это значит, что мы? Кто? Мы выбираем спорт. Все студенты получили массу впечатлений от этой поездки. Время на свежем воздухе пролетело незаметно. Здесь на природе день проходит весело и интересно, а уезжать отсюда всегда немного грустно. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном организован концерт классической музыки. Для гостей выступила заслуженная артистка России. Как проходил этот концерт, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. В императорском зале Казанского федерального университета прошел бесплатный концерт страницы европейской камерной музыки. Концерт организован при участии Казанской государственной консерватории. Гостей мероприятия ждал репертуар из композиции Шуберта, Мендельсона и Шумана. Исполнителями выступили народная артистка России Ирина Бачкова, скрипка, и лауреат международных конкурсов Ольга Пятницкая, фортепиано. Ирина Бачкова является профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского и заведующей кафедрой скрипки. Она выучила множество всемирно известных скрипачей, лауреатов международных конкурсов. Подобные мероприятия проходят в КФУ регулярно. И помимо научной деятельности, в жизни Казанского федерального университета также должно присутствовать и искусство. Артем Тупичкин, Ленар Довлетеров, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!